Более подробно на эту тему будем говорить с нашим следующим гостем Олег Жданов, ВНХ с персонами на связи. Олег, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, очень много тезисов в продолжении нашей темы, касательно информации от украинской разведки и в целом о планах Российской Федерации, что делать на захваченных территориях украинских. Начнем с Запорожской атомной электростанции. Очень много также информации есть. Сейчас эта новость чуть ли не на первых страничках всех и западных СМИ, и украинских СМИ. Речь идет о том, что сейчас вроде бы договорились о том, чтобы и Российская Федерация отдала добро лично Путин, чтобы МАГАТЭ зашли на Запорожскую АЭС проконтролировать состояние, все ли там в порядке, есть ли угроза ядерной катастрофы и так далее. Но поделитесь тут стратегией Российской Федерации. Очень важно понять, ведь они заняли территорию, а как сказал в нашем эфире буквально час назад Евгений Дикий, а удерживать они ее не могут. И приходится, а, либо шантажировать, либо, б, проявлять жесты доброй воли, которые мы видели по острову Змейный. По запросам электростанции расскажите, пожалуйста, что дали в стратегии у россиян? Ну, в стратегии у россиян, я думаю, один из первых шагов, это сделать так, чтобы миссия не доехала. Кстати, там была проблема в договоренностях между Макроном и Путиным в том, что каким путем будет ехать миссия МАГАТЭ. Макрон настаивал, что она должна ехать через Киев, Путин настаивал, что она должна ехать через Москву. Вот вам уже первая нестыковка, организационная нестыковка, которая может помешать доехать этой миссии до атомной станции. Второй вопрос может быть с приездом миссии на станцию, там может раздаться очередной взрыв, устроенный Российской Федерацией. Естественно, в цели безопасности миссия просто покинет станцию. Мы такое наблюдали с вами на протяжении 8 лет, миссию ОБСЕ на линии разграничений по минским договоренностям. Как только россияне начинали обстреливать, офицеры миссии садились и тут же уезжали. Никто не подвергал своей жизни опасности. Так что тут надо только, наверное, надеяться на Всевышнего, чтобы они все-таки доехали и проинспектировали. А у России еще много ходов. И, кстати, обвинить в этом, конечно же, они будут стараться, нас с вами. Давайте про ЗС продолжим, немножечко еще поговорим. Российские оккупанты хотят отключить Запорожскую атомную электростанцию от украинской энергетики, об этом сообщило Главное управление разведки Украины. Поэтому для украинского персонала на ЗС россияне продлили так называемые выходные. Вместе с этим вернула на станцию часть сотрудников Росатома. Однако в государственной компании Энергатом предупредили, в случае отключения от энергосети Украины, ЗС может временно работать от систем аварийного питания за счет дизельных подстанций, но это может также привести к аварии. Я в продолжении информации от украинской разведки по ЗС. Это то, что было на сегодняшнюю ночь. Российские оккупанты готовят, вероятно, провокацию с пожаром на Запорожской АЭС. Для этого на территории станции они разместили большое количество автомобильного топлива. Эту информацию, ссылаясь на источники украинской разведки на ЗС, сообщает координатор общественного движения «Спильная справа» Александр Данилюк. На самом деле мы долго можем еще говорить, продолжать о ЗС и необходимо это делать. У нас приближается 24 августа. 24 августа мы в Украине, день независимости. Мы понимаем, что могут быть различные провокации. Если мы говорим о том, как может развиваться ситуация по ЗС, насколько она сейчас, эта ситуация вообще может быть контролируема со стороны Украины? Ну, со стороны Украины никак, сразу скажу. И со стороны МАГД тоже никак, потому что доступа у нас, к сожалению, к величайшему сожалению, нет. Единственное, что косвенные данные могут говорить о том, что и Российской Федерации эта станция нужна целая невредимая. И это для чего? Для того, что они ее хотят переключить на свою энергосистему. Для этого там строится усиленными темпами Россия строит новую подстанцию недалеко от Энергодара, чтобы подключить станцию. У нас теперь разная частота с Россией. И им нужна эта станция вспомнить. И они начали восстанавливать опоры в Крым, чтобы подать туда нормальное электричество. И отрезать Украину. Из четырех линий осталась на сегодняшний день целая только одна, которая запитывает Украину. И еще они изучили из этого интервью агентству BBC анонимному интервью одного из сотрудников станции, который сказал, что Россия изъяла документацию, и они четко знают, где находятся зоны опасные и безопасные. Это, конечно, не снимает ни ответственности, ни угрозы того, что ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Но, тем не менее, они очень осторожничают в плане того, куда стрелять и что там делать. Но шантаж все равно это огромнейшая угроза со стороны Российской Федерации. Кстати, либо западные страны уверены в том, что Россия блефует, либо, ну, они, я скажу, уровень беспечности очень-очень высок. Я имею в виду то, что, допустим, страны Большой Семерки, они бы могли не ограничиться одним заявлением в плане того, чтобы Россия прекратила этот ядерный шантаж. У них есть все рычаги для того, чтобы, допустим, сильно придавить экономику российской. Давайте мы про это поговорим немножечко, про вот вы уже начали, да, вот рычаги. Это очень важно же на самом деле. Вот этот российский шантаж безопасностью на Запорожской атомной электростанции, но на самом деле мы уже видим все такие признаки акта международного терроризма. Я напомню, что я не просто так вспомнила 24 августа. 24 августа этот вопрос будет выноситься на заседание Совета безопасности ООН. Но также я напомню, что политики Соединенных Штатов Америки, Британии уже, ну, как бы озвучивали и обращали внимание Российской Федерации и предупреждали, что ядерная авария на Запорожской атомной электростанции, которую сейчас контролирует Российская Федерация, мы об этом уже с вами говорили, может активизировать статью 5 Вашингтонского договора об коллективной безопасности НАТО. Вот если мы говорим о рычагах, вот такое заявление, да, и такое предупреждение со стороны США, Великой Британии является вот тем рычагом, про который вы сейчас говорите, который может остановить Российскую Федерацию от каких-то дальнейших серьезных действиях на ЗАЭС? Да, это является рычагом. Конечно же, это, я бы сказал так, это больше информационно-психологический рычаг, а я имею в виду рычаги экономические и финансовые, которыми обладает Запад для того, чтобы давить на Российскую Федерацию. Но этот рычаг тоже сработает. И Россия прекрасно понимает, что контролировать выброс радиации на сегодняшний день не может никто. Все видели компьютерную модель выброса радиоактивных веществ на Запорожской атомной станции, но там брался промежуток с 15-го до 18-го, погоды, прогноза погоды с 15-го до 18-го августа. А какая будет роза ветров в тот момент, если, не дай бог, случится реальный выброс радиоактивных веществ, тут очень трудно предсказать. Кстати, это еще один косвенное доказательство того, что Россия все-таки блефует, потому что ближе всех к атомной станции находится Российская Федерация, ее европейская часть. И если ту же самую модель компьютерную, но ветер повернуть в другую сторону, то тогда облако будет полностью в России. Давайте тогда еще продолжим. Мы действительно сейчас говорили, я вспомнила, мы показывали даже карту, если так произойдет, не дай бог, что будет авария, куда на самом деле подует ветер. Да, так это самый главный компонент, потому что и он самый непредсказуемый. Кто бы там ни говорил, все равно мечты, климатическое оружие остается пока что в мечтах военных и теоретиков. На сегодняшний день погода не управляет никто. Ветер контролировать невозможно, как бы Кремль так не считал, как бы не думали россияне, что кто вокруг чего вертится, земля вокруг солнца или наоборот и так далее. И тут же важно понять, это не более чем шантаж. И я уверен, что в Российской Федерации, если бы знали, что будет полностью безопасно подорвать эту станцию, либо как-то там навредить Украине, они бы это уже давно сделали. Но они понимают, что это навредит не только Украине, а и всем. Мы помним ситуацию по Чернобылю, что больше Беларуси, даже Чернобыльская, ну я говорю всем, все страдали от Чернобыльской катастрофы, но облако пошло на Беларусь и в результате пострадали все. И на Голландию. В Леции там одна из первых, кто загорел. Но голландцы первыми подняли тревогу, у них сработала сигнализация на атомном объекте, на атомной станции. Кстати, да, в этом плане ситуация действительно непри... Но, кстати, обратите внимание, еще один момент. Помните генерал Васильев, которому приписывали фразу, оказалось, правда, фейком, который сказал, что здесь будет либо выжженная земля, либо русский мир, либо Российской Федерации. Так, вы же обратите внимание, он генерал-майор войск радиационной, химической и бактериологической защиты. То есть это специалист, это как минимум начальник РХБЗ округа в таком звании может быть. И он детально разбирается и понимает ситуацию, и даже умеет делать прогнозы по оружию массового поражения. Так что они держатся, они сами держат на контроле эту ситуацию, стараются, во всяком случае. Но тут не только о Запорожской атомной электростанции идет речь в силу информации от разведки. Также, о чем и говорил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, российские военные могут совершить теракт во время показательного так называемого суда, по факту, судилища над пленными защитниками Азовстали, которое состоится в Мариуполе как раз на День независимости Украины 24 августа. Об этом в Телеграм сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Я напомню, что для своего псевдосуда российские военные переоборудуют уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии. На сцене они монтируют железные клетки, где будут содержать украинских защитников. Чтобы добавить так называемую легитимность этой акции, готовят специально обученных свидетелей и завозят представителей российских СМИ. Далее услышим комментарий и возвращаемся к дискуссии. По одному из возможных сценариев расистов они могут нанести по помещению суда точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария расисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину. Главное управление разведки Министерства обороны Украины. И добавлю, что президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении добавил, что если это судилище, это выстава, этот спектакль страшный воплотится в реальность, Украина дала четко понять и сказала, переговоров с Россией не будет. Это тоже один из моментов шантажа Украины со стороны Российской Федерации? Либо же унижение, либо же цепляются уже за что-либо, чтобы вызвать, как говорит Зеленский, боль, душевную боль у украинцев? Демотивацию, что ли? Смотрите, большая часть информации, которую выдает Российская Федерация, все же таки направлена на внутренний рынок. Почему? Потому что им надо легитимизировать свои действия. Шесть месяцев специальная военная операция длиться не может. Борьба с фашизмом, как они говорят, борьба с деноцификацией Украины, дегуманизацией Украины, это да. Но это для внутреннего потребления. Поэтому они и проводят такие, устраивают такие, пытаются, точнее, устроить такие спектакли. Но и для нас, для внешнего использования, конечно же, это огромнейший рычаг, политический рычаг давления на Украину. Они готовы сделать все, что угодно, лишь бы мы согласились сегодня на переговорный процесс. Почему? Потому что вы правильно в начале нашего разговора сказали, что одно дело захватить территорию, другое дело ее удержать. Так вот, на сегодняшний день Российская Федерация там в Генштабе уже начинает понимать, что удержать эту территорию становится все проблематичнее и проблематичнее каждый день. И в свою очередь также в продолжение темы. Вот это заявление Зеленского, это очень, честно говоря, запало мне. Четкая позиция, что с Россией переговоров не будет. Российская Федерация в ответ на это создает информацию через свои пропагандистские ресурсы, мол, плевать не хотели, что сказал Зеленский и так далее. Но, насколько я правильно понимаю, Российская Федерация заинтересована в переговорах, пускай не таких публичных, не так распиаренных для внутреннего российского зрителя, но они заинтересованы, потому что понимают, что в таком режиме, как вы говорите, так называемая специальная военная операция длиться еще долго не сможет. Да, и в доказательство этого можно привести информацию, которую распространяли турецкие средства массовой информации перед визитом Реджепа Эрдоганов во Львов. Что согласился, в кои веки Путин опустил глаза и увидел нас с вами, увидел нашего президента. И он готов на встречу на высшем уровне для того, чтобы решить этот вопрос, что для Путина крайне не характерно с его позицией по нашему государству, вообще по существованию государства Украины. И давайте еще одну информацию послушаем, также в продолжение тем разведки, касательно уже Донецкого направления, касательно Луганского направления. В ближайшее время по всей линии фронта ожидаются острые события, и они будут связаны не только с Днем Независимости, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он напомнил, что разведка уже говорила о важном периоде на фронте в августе-сентябре, который повлияет на дальнейшее развитие событий. Однако пока речь об отступлении врага не идет. Американский институт изучения войны также говорил о том, что сил по факту у Российской Федерации уже не остается наступать далее. И поэтому они с каждым днем имеют все меньший частичный успех и все большие потери. Давайте Юсова послушаем и продолжим разговор. В ближайшее время будут очень острые события на всем фронте. Речь идет не только о привязке к датам. В частности, сейчас говорят о Дне Независимости. Хотя и этот факт надо учитывать. Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины. И тут важный вопрос. Также отсылаюсь на Евгения Дикого, с которым мы говорили. Очень он четко разложил по полочкам события на востоке Украины. Касательно того, что обе стороны очень устали. У Российской Федерации преобладает огромнейшее количество. Украины преобладает качество ведения войны. Министр обороны Украины, господин Резников, уже эту информацию не раз комментировал. Говоря, что Украина в первую очередь заботится о своих военных и о том, как качественно провести войну, уничтожая мосты. И вот сообщается, что буквально в эти минуты сейчас Антоновский мост снова горит. Уничтожается логистика. И тут важно как раз то, а как будет происходить дальше. Я уже не говорю о войне. Я говорю о контрнаступлении и освобождении украинских территорий от российских военных. Как это сейчас может происходить и что сейчас критически нужно? Критически сейчас нужны боеприпасы и количество вооружений. Количество вооружений очень сильно влияет на огневое превосходство. Вы правильно абсолютно сказали, что на сегодняшний день мы достигаем паритета. Но паритета пока что. За счет качества вооружения. Но нам надо увеличивать количество для того, чтобы у нас было преимущество. Вот когда у нас будет огневое преимущество, тогда мы будем говорить о том, что мы можем вести контрнаступление. Причем даже не обязательно поднимать войска в атаку. Можно это делать дистанционными средствами огневого поражения противника. Вынуждая и обесправливая его. Снижая его боеспособность. И вынуждая его таким образом отступать с занимаемых им рубежей обороны. Ну это как вариант развития событий. Но он вполне приемлем. И кстати вот на сегодняшний день удержание группировки российских войск на правом берегу может носить именно характер блокировки. Мы их заблокировали. А это самая большая, я напомню, самая боеспособная часть российских войск, которая сегодня находится на всей линии фронта от Харькова до Херсона. И на завершение этой темы добавим еще мнение Игоря Яковенко, российского журналиста и социолога. Он сказал, что ситуацию изменит не резонанс, а исключительно полное уничтожение путинского режима. Давайте услышим. Либо этот режим будет уничтожен благодаря разгрому, полному разгрому российской фашистской армии, либо этот режим будет уничтожен в результате переворота. Опции, при которой этот режим будет уничтожен и война прекратится, потому что россияне восстанут, такой опции не существует. Вот надо просто избавиться от этих иллюзий. Я надеюсь, что сегодня Украина от этих иллюзий избавилась. Ну и тут к вам вопрос уже как не военному эксперту, а как гражданину Украины в первую очередь. Как вы думаете, может ли вот эта затянувшаяся так называемая специальная военная операция уже на более чем полгода как-то повлиять на российского жителя, на российского налогоплательщика, который спонсирует по факту эту войну? Из кошельков этих российских налогоплательщиков деньги берутся, а так называемое СВО никак не заканчивается. Впоследствии чего может ли это повлиять на уничтожение режима Путина внутри самой Российской Федерации? Думаю, что нет. К сожалению, величайшему. На мой взгляд, там должно будет вырасти, когда это произойдет, дворцовый переворот. Я, кстати, тоже в эту версию больше всего верю. Когда элиты взбунтуются и в конечном итоге примут решение, что надо что-то делать. В России, знаете, как русский бунт бессмысленный и беспощадный. Вот когда элиты свернут Путина и выйдут и скажут, что... Вы помните, как разоблачение культа личности Сталина? То же самое. Вот здесь произойдет в России. Вчера любили, сегодня ненавидят. Вот в это, да, я верю. Но то, что выйдут на улицы россияне и скажут, как же так, у нас не хватает денег на хлеб, а вы покупаете танки. Нет. Они готовы ходить в лаптях, но главное, чтобы были танки, чтобы они были великой страной, которая завоевала всех. Но при этом ты воровать у нас бытовые приборы, потому что они такие глаза никогда не видели. Благодарим, Олег, да? Благодарим, Олег Жданов был с нами на связи, военный эксперт. Действительно, можно было продолжать. И понятно, что не всю информацию озвучивает и украинская разведка. Она ее озвучит попозже. Ну, понятно, почему. Было бы странно, если бы озвучивали наперед. Вот, если мы говорим сейчас о боевых действиях, которые проходят на фронте. Но мы понимаем, что эта неделя действительно непростая, действительно сложная. И вот эта любимая игра Кремля в даты, на самом деле, никуда не делась. Вас же, Олег, благодарим всегда за конструктивную экспертизу в нашем эфире и за прогнозы. Олег Жданов военный эксперт был с нами. Спасибо за просмотр!